Всем привет, ребята, с вами Александр Шкудун. Сегодня мы направляемся на вечернюю прогулку, как всегда. Смотрите, мне на почту очень интересный комментарий прилетел от моего постоянного или случайного зрителя. Принек пишет, я просмотрел все твои видео из рубрики «Финансовая грамотность». Спасибо, ты вдохновляешь, ты мотивируешь. Я все эти принципы, в принципе, знаю, следую ими, я откладываю деньги. Но у меня проблема. Я работаю до нелюбимой работы. Вот подскажи, может, ты имеешь свое мнение, свои мысли по поводу того, как же найти работу, мечты. Дай, пожалуйста, совет. Я вам Америку, ребят, не открою. Просто действительно поделюсь своими соображениями на этот счет. Может, кому-то будет полезно. Итак, первым делом задайтесь вопросом, а какая у меня работа мечты? Представьте свою идеальную работу. Какой вы ее видите? Если вы не видите, ну, то есть вообще не представляете, чем вы будете заниматься, вы просто выпишите свои навыки, умения, что у вас хорошо получается, что вы хотите делать, что вы можете отдавать этому миру. Чтобы это было в кайф, вот просто выпишите в столбик. Далее выпишите те моменты, которые вам не нравятся. Чего бы вы никогда ни за что не хотели бы делать. Вот только честно, откровенно. То есть разговор мужской, с самим собой. Это я с удовольствием делаю, это я не хочу делать, в принципе. У вас получится список из нескольких пунктов. Также можно пойти еще дальше. Пойти к знакомым, друзьям, к родственникам, к тем, кто вас хорошо знает. И спросить у них, вот какая профессия мне подошла. И зная вас, люди могут тоже выскажать определенные мысли, предположения. Может что-то у вас получалось в детстве, и вы не развили эти навыки, которые у вас есть. Просто нужно над ними поработать. И дальше вам остается одно. Действовать. Сделайте так, чтобы поиск работы, вашей мечты и был вашей работой. Воспринимайте это как работа, за которую вам покуда не платят. Но вы должны проявить себя в лучшем свете, в лучшем виде и найти работу. Поиск работы это тоже работа. Причем, наверное, самое важное. Как я уже говорил в видео, лично я работу не искал. Работа практически всегда искала меня. Я выбирал. Но я вам рассказываю так, как бы я действовал. То есть старайтесь, чтобы поиск работы и был вашей работой. Когда вы определились с направлением, вам нужно составить резюме. Можете обратиться ко мне, я вам помогу это сделать. Резюме должно быть максимум в двух-трех страницах. Все. Если вы присылаете длинную простыню, ее никто не будет читать. Более того, эти две-три страницы должны содержать максимум полезной информации о вас. Это не просто я умею то-то, а реальные кейсы, которые вы прошли и которые у вас есть за спиной. То есть я делал вот это, вот это, вот это, вот это. Еще лучше с названием компании. Это просто увеличить в разы ваши шансы найти подходящую работу. Потому что работодатель будет смотреть, ага, он работал над тем, над тем, над тем. Реализовал какие-то, какие-то, какие-то проекты. Супер. Нужно дать максимум полезности в этом резюме для работодателя. Чтобы он понял, что вы специалист с большой буквы. Приукрашивает ли резюме? Если вы действительно специалист хороший, можете его слегка приукрасить. Но если вы чем-то не занимались вообще, лучше этого в резюме не указывать. Понимаете? Потому что все это рано или поздно вскроется. Если даже вам каким-то чудом удастся пройти собеседование. И потом окажется, что вы нифига не умеете. То это будет вам минус большой. Минус в карбу за обман. И минус вам как специалисту, которого просто погонят после испытательного срока. Потому что работодатели тоже не дураки. Естественно, вам также нужна удача. Без нее иногда очень тяжело в этой жизни. Это знаете, как был анекдот? У директора на столе пачка резюме. Он обхватил голову, очередной резюме листает, смотрит. Заходит владелец фирмы, смотрит на это. Говорит, что ты делаешь? Он, да вот, ну, пришло куча резюме. Сижу, разбираюсь, изучаю кандидатов. Собственник бизнеса берет эту всю кипу в ведро так мусорное. Бах, перепал и видел эту стопку. Говорит, вот так легче. Директор, типа, ну, а что? Зачем вы это сделали? Может, среди тех, которые оказались в мусорке, был как раз наш, единственный неповторимый кандидат? Собственно, я так посмотрел на мусорку, на директора, говорит, а зачем нам неудачники? Еще один маленький секрет. Если вы ищете работу мечты, это не означает, что вы должны отказываться от предложений, которые вам поступают, устроиться на работу. Пусть даже если они не всегда будут соответствовать вашим ожиданиям по зарплате, по другим условиям. Потому что поиски идеала могут привести вас к поражению по всем фронтам. Лучше устроиться на работу какую-то вообще, если у вас нет работы, если у вас проблемы с финансами, чем не устроиться никуда. И уже устроившись на работу, которая вам подходит, в принципе, в том направлении, которое сейчас вас устраивает, дальше уже пытаться понимать, это ваше или нет. Обрастать связями, знакомствами, опять же учиться и шаг за шагом придет понимание, хотите ли вы в этой сфере развиваться, какую пользу вы можете принести компании, что может вам дать компания, ну и так далее. Не гонитесь за идеалом, идеал будет, но на это тоже надо время. А сидеть пока без работы и без денег, ну так себе вариант. Очень плохой вариант, скажу все прямо. Естественно, демонстрируйте свои самые лучшие качества, общайтесь, не бойтесь ничего. Как говорят, не боги горшки лепят. Вы со всем справитесь, со всем можно справиться в этой жизни, пока вы живы. Это мертвым уже все равно, а вам нет. Вы еще живы, полны энергии, а значит у вас все получится. Нужно смотреть вперед в светлое будущее, только тогда у вас будет получаться идти к своей мечте, фантазировать. И тогда можно прийти к невероятным финансовым и прочим результатам. Падения будут, как и взлеты, они неизбежны. Возьмите рынок любой, есть просадки, есть взлеты. Черная-белая полоса, всегда так. Не бывает всегда все хорошо или всегда все плохо. Помните, что за черной полосой всегда будет белая. Это вас должно мотивировать, это должно вас окрылять. И вы получите то, о чем так мечтаете. Какая она работа вашей мечты? Можете написать в комментарии, и будет прикольно спустя некоторое время сравнить с тем, где вы работаете, и что вы написали под этим видео. Мне будет очень интересно почитать, я думаю и вам тоже. Так что оставляйте свои комментарии, какая ваша идеальная работа. И увидимся с вами в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok